Всем привет! Это видеоинструкция, как вернуть налог P45 после сезонной работы в Англии. Если ваш работодатель помогает при заполнении формы P85, то пройдите по ссылке. Если нет, то в описании вы найдете ссылку. Переходите по ней, и я вам расскажу, как заполнить форму P85. Итак, стартовая страница рассказывает, что это за форма P85, что вам необходимо заполнить и куда обращаться, если у вас возникли вопросы. Мы нажимаем «Далее». Следующий раздел – «О вас». В первой срочке мы указываем фамилию. First name – это ваше имя. Следующий раздел – это адрес вашего последнего места проживания в Великобритании. Адрес последней фермы указан в форме P45. Переносим данные и заполняем поле номер телефона, чтобы с нами могли связаться, если возникнут вопросы. Далее указываем пол – мужчина или женщина, male, female. Указываем дату рождения – день, месяц, год рождения. Следующий пункт – есть ли у вас национальная страховка. Если у вас ее не было, указывайте NO. Если вы ее сделали, указывайте YES и в соответствующем поле указывайте его номер. Далее указывайте национальность. Следующий пункт – это дата вашего отъезда из Великобритании. Следующий вопрос – как долго вы были в Великобритании? Для сезонных работников период не может превышать более 6 месяцев. Указываем 6 манв. А следующие два пункта – не перепутайте. Были ли вы налоговым резидентом Великобритании после 6 апреля текущего года? Да. И были ли вы налоговым резидентом в предшествующем году? До 5 апреля? Да. Следующий пункт – тоже будьте внимательны. Сколько вы планируете провести дней в Великобритании с даты вылета до 5 апреля? А в следующих полях введите информацию о том, сколько времени вы намерены провести в Великобритании в течение следующих трех финансовых лет. Первый год, второй год и третий год. После этого введите информацию о том, в какую страну вы едете. А так как я планировал несколько дней провести в Турции, поэтому я указываю Туркию. Обязательно укажите полный и правильный адрес, где вы будете проживать в стране вылета. Затем укажите информацию о том, чем вы будете заниматься после отъезда из Великобритании. Будет ли у вас или у вашего супруга дом Великобритании? Указываем No. Будете ли вы работать полный рабочий день? No. И будут ли вам продолжать выплачивать зарплату из Великобритании? No. Нажимаем Далее. Next. Следующий раздел посвящен доходу, который вы будете получать из Великобритании после отъезда из страны. Если вы не будете получать из Великобритании доход после завершения работ в Великобритании, то, пожалуйста, укажите соответствующую информацию. Нажимаем Далее. Здесь вы можете выбрать Выписать чек на получение денежных средств непосредственно вами или уполномоченным вами лицом. Вам нужно выбрать, чтобы чек был выписан на ваше имя. Далее указываем адрес, на который будет выписан чек. Отвечаем на вопрос, находится ли этот адрес на территории Великобритании. И ниже указываем полный точный адрес. После заполнения данных адреса нажимаем Далее. Здесь вы подтверждаете, что предоставленная вами информация является достоверной и верной, ставим галочку. А также, что вы прилагаете части 2 и 3 формы P45. После чего нажимаем Next. Здесь будет указан адрес налоговой службы, куда необходимо будет отправить письмо с обязательным приложением, распечатанной формы P45. А здесь у нас на выбор уже будет две кнопки. Вернуться обратно, чтобы исправить какие-либо ошибки. Либо отправить форму на печать. Здесь вы можете все еще раз внимательно проверить. Если допустили какие-то ошибки, вы можете вернуться и исправить их. Обратите внимание, что на последней странице у вас добавятся дополнительных два поля. Для вашей подписи. И поставьте дату заполнения. И всем желаю удачных возвратов налогов. Субтитры создавал DimaTorzok